добречко во всем уважаемые подписчики и зрители канала не забывайте подписываться на канал ставьте колокольчик пишите комментарии ставьте лайкосики сегодня мы находимся на казанском вокзале едем мы в малаховку там нам пришла посылочка слуховой аппарат для нашего ветерана боевых действий в чечне на калказе илана посылка пришла не по адресу но ничего страшного мы доедем заберем и сейчас покупаю билет еду спасибо подписчицы щиты за то что откликнулась на нашу беду отправила нам посылочку смотрим дальше видео спасибо всем да ну сегодня вот такие у нас движения путь на 16 забежал сюда в банк денежные тоже процедурки небольшие сделал заплатил за свет в квартире и переправил пару рубликов галюшки галюшки ешкин кот потихонечку отдаем долги работаем хорошая погода солнечная прикольно такой самый замороченный вокзал казанский 1561 вход и выход поймешь что где находится друзья и в малаховке сдэк нашел сдэк пришла посылочка слуховой аппарат я вынул его из коробки потому что думал что коробка пустая очень легкая ну тут веса практически 10 грамм но слава богу мы вскрыли с это с работницей сдэка посылочка оказывается не пустая это очень здорово все двигаемся дальше сегодня подписчица там на алексеевской метро в днх обещала передать пальто там все какие-то вещи пальто для маньки мы едем туда еще подписчику я заеду к ежику в медведково ну такой сегодня у нас разъездной день погодка прям шикарная весенняя вот малаховка все смотрим ролик дальше ставим лайки пишите комментарии что думаете по этому поводу хейтерские атаки продолжаются молодцы хейтеры рекламируйте и отсеивайте всю грязь людскую от меня вы правильно делаете сегодня еще одна там хохлушка начала выпендриваться по поводу написала мне о саша правда вы играете там в казино пыры пыры вообще не знаю откуда это взялось чего люди хотят ну ладно хрен с ними хотят и хотят значит это я и отвечаю ну вы много задонатили типа на доната ты играешь я говорю ну вы много задонатили денег чтобы человек мог сходить в казино вот были времена до лихие ходил я там несколько раз отдыхал зависал но туда зарплату как минимум надо нести в эти заведения чтобы там как-то хотя бы посидеть ну ладно это все их не тем более уже давным-давно они сколько они около десяти лет наверное уже закрыто все в москве есть вот эти ставки на спорт ну ладно это не в качестве оправдания в качестве разговора то что молодцы хейтеры я уважаю не люблю шестерок но уважаю их труд чем больше вы работы для меня я все воспринимаю везде вижу плюсы во всех ваших действиях умницы молодцы хейтеры привет вам спасибо огромное за то что ограждаете меня от негативной энергии от негативных людей от очень необразованных людей молодец владимир владимирович вот таким государством тупым очень легко управлять стадом баранов очень легко управлять вот что я хотел сказать по этому поводу ну и все работаем дальше едем собака лает караван идет вот ребята на ходу зашел и вот контент зашел перекусить купил картошечку с мясом с хлебом вот парень тоже снимает стоит видите видите бабушке купил котлетку тоже снимает камеру правда держит как я поначалу вертикально но помог бабушка там ему куча благодарности выписывает молодец парняга красавчик ну цены здесь конечно конские можно это я не знаю полторы курицы гриль купить за эту тарелку блин зашел сам не рад ну ладно бабушка ему что-то причёсывает не с кем ей поговорить бедненько молодец пацан лайк лайк от меня лично так ну и небольшая прогулочка по казанского вокзала посмотрим колючку там впереди зал ожидания лев мещеряков мне один раз говорил что видел его здесь быстренько пробежимся посмотрим где он может быть контингент здесь собирается люди работяги все куда-то едут там все у нас в униформе его легко увидеть но не видно здесь еще круглый зал ожидания вот здесь охранники говорят что их гоняют отсюда приличные люди до неприличия обижаются сидит в камукуляжной форме но не колючий солдатик какой-то а вот он не он показалось что он и вот здесь еще могут внизу а внизу еще вверху на втором этаже могут быть подобные граждане здесь никого нет два типурика сидят я прям подумал с заду похож на прическу колючего но это не он это не он вот 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 тогда уже заскочен на второй этаж для полной уверенности но вряд ли в последний раз его видели где-то он там засветился на канале 24 даже вот 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 это было на Курском вокзале по-моему вот это было на Курском вокзале по-моему здесь одни туристы в основном вот никого нет подобных подобных личностей вот такой вот вокзал вот вот Светлана Вертепова кстати вот отсюда с этого вокзала надо будет ехать по поводу поиска вашей подруги сейчас вот начались теплые деньки я думаю уже не будет там особо морозов 20-30 поэтому можно будет на днях собраться поехать в Куровскую попробовать поискать вашу подругу юности молодости цены вообще конские конские цены на продукты неадекватные готовы заплатить за вкусную еду но такие неадекватные цены просто я передал огромный привет этому хозяину кафе передавать им сотрудницам чтобы его дети за столько кормили в этой старости хотят с одного клиента поиметь как за 10 как в ресторане даже дешевле вот такая петрушка ну все теперь мы едем значит забирать пальто на Алексеевскую для маньки и дуем на Савеловский вокзал потом отвезем этот маушник товарищ сейчас еще надо кстати батарейки надо купить батарейки на этот аппарат там особо такие своеобразные батарейки это где-то надо в специализированном магазине явно не здесь здесь все дорого ладно едем дальше это знаменитые три вокзала ленинградский был такой анекдот в советском союзе довезите меня от ленинградского вокзала до казанского так что как никто не ездил от ленинградского ну тут раньше не было таких развязок была просто огромная площадь и таксист задним ходом сдал короче от ленинградского вокзала до казанского и поэтому получилось так что никто не ездил так от ленинградского до казанского а вот он Ярик Ярославский вокзал все рядышком такая небольшая шуточка по ходу пьесы ты полкова себя считаешь да ты вор в законе да в законе холодильник для чего я не пойму да все я ясно так отдыхают люди это пиздец это просто жесть нахрен да бля погода снег прикинь похуярил ёпта это ты будешь вставать хватит юта иметь так как кабан блять развалился и вор в законе слышно не я тебя не понимаю ты вставай давай нахуй тебя буду угибашивать то чую ты более меня чем я вешаю ты это три меня возьми и ты какую с письмом туда-сюда бля ебать атакой а ты ворон считай сюда ты вор тебе вопрос задали ты вор серёг ты вор не ну ты же кричал что я вор в законе чё молчишь выкинуть в окно тебе ебать этих у подниму я теорию ты весишь больше чем я блять стою на вот саня такие у нас клоуны и тоже есть это пиздос он чего нахуярился и более леску купил и в ты более чем нахуй от все это сводились и бать ты блять бухаешь больше ну конечно живот не просто до маму как беременны ёпта чё ты мне пальцы свои ты будешь вставать что-то у что-то ух ты бестолковый ли кто-то есть тебе говорю что-то уставай давай хорош валяться ты в гостях то человека в гостях то уже спишь нахуй знаю блять уж темпу в половину разбил ну ты вор в законе холодильника я боль ты вор в законе ты мне еще ответить ты ответить не можешь нет ты вор в законе охота говоришь мне плохо похуй больно и вот вот так вот люди нахуяриваются и нормально да да базара нет хую а это все хуйня даст и серёг это все хуйня и уважаемые подписчики вот я практически уже добрался до савеловской вот у меня тут вещи ребятам передать носки и трусы и как всегда чеки-пеки вот там говорят уже этот без куртки сидит губа наш вот маньки пальто это я вас другого ракурса остановился вот этот дом трехэтажный не знаю что это было музыкальное училище или школа музыкальная мы раньше в нем жили за заборчиком так сейчас пойдем найдем ребят раздадим им вещи которые есть и оставим там часть вещей для космоса космос выйдет из больнички или съезли я к нему больничку туда отвезу вещи вот сначала его надо найти короче разделим всем поровну по мере необходимости нуждающимся так ну кто сидит уже куртку выкинули кто-то там потихоньку переодевается не знаю кто здесь есть вот он черный сидит а там кто-то лежит уже маньки нету плохо ну ничего попозже будет а ты люди здорово черный братан короче тебе посылка тут всем посылка но тебе прям блять персонально на ты у нас это супер звезда блять в ютубе нас ботинок нет а эти чё кроссовки нужны вот он шапка тем уже и дырка смотри какая как настоящий педик будешь ходить но это твое любимое носочки парашютики тебе так это большие тут вот стринги тебе передали я шучу вот такие новенькие одни тебе дам одни оставлю дома на потом ко мне нельзя сам быть и трезвый он теперь включил московский синдром ну не то что включил так это пока все это тут космосу курт куртка да я поеду к нему больничку отвезу а ну еще это самое главное передали короче пузырь ребята из карелии да карельская водка это вот тебе все как бы вот а манька где не знаешь пакета на пакетик а это манька не знаете для нее вот пальтишко передали то да на этом соберу что космосу пакета а ты сейчас все не будешь придется вон на дальняк сходи трусы переодень носки нахуй а потом когда я переодел ну давай твой пакетик он уже будет отдельно лежать как понадобится мне свистнешь да а кто приедет ну ты сегодня нормальный более-менее трезвый что там опять зуб коронка улетела а это очки и чё теперь пиздец да не ставишь никак отчет одев задевка создадет не понял сейчас это съемку закончили ребята но пока все значит потом я встречу машку значит ей пальто передам губа где не знаешь на первом я понял это даем пакета отдельный соберу ему передам короче ребят по пакетам все разложу не футболки я тебе из дома принесу футболку по пакетам разложу амби космосу этот опуток пацан вчера был в маске здесь сидел куда он съебался носки просил белорус один и второй я понял значит попозже схожу к губе и и отдельным видео ребят сделаю тогда поездку к этому к нашему инвалиду которым я сегодня получил посылку слуховой аппарат да подпишитесь на канал спасибо всем огромное вот куртец куртец черненькому черненькому надо девчонки говорят надо ему нежные слова говорить а кто должен говорить я должен говорить ему нежные слова или кто да да добре а кстати это значит что надо нам надо с тобой в понедельник сходить и подать заявление на паспорт он все равно будет делаться до конца марта а вот а мы там у это так у меня суд через две недели да и хуй с ним судом паспорт там по работе у меня есть варик вот насчет паспорта да сходим ботинки тебе надо кто там звонит андрю андрю блять ну надо его как поднимать в анатолий вор в законе холодильник он уже уснул блять ты будешь вставать нет хуй верёкин блять вор в законе блять спишь блять пришёл блять авторитет ёб твоя месть но я понимаю что ты с холодильником блять любишь холодильник ёб твоя я ж тебе ничего не говорю ёб твоя а ты с ботинками уже ты вор ботинка уж ты же помирился я понял а чего чего я тебе не понял опять что ты говоришь андрюх блять в натуре его надо как-то это надо лебёдку наряет натянуть нахуй чтобы тянуть я его хуй потащу до дома ёб твоя здоровее блять я говорю как и я четыре меня возьми блять он у меня утянет нахуй ёб твоя вперёд чего что ты говоришь я тебя не пойму серёг очки одел на все можно ебать вставай говорю ёб твоя что такое туфлей то блять холодильника ёб твоя ты слышишь меня серёг вставай давай хорош иди я тебе налив хочешь не сто грамм и ты станешь по-любому ну мы тебе это живую воду святую короче зальём и ты вообще будешь как в этом фильме как называется там обеликсы и астерикс или я хуй я так понял я в живую там блять какой-то они там изобретит давайте живую воду дадём и ты будешь как святое ходить нахуй я серый ну вставай давай ёб твоя медь блять андрюх скажи ему чё там нажалил чё там нажалил рис нахуй хуис блять как вот чё то вы там давай буди их нахуй всех блять ёбать всё они обкумарились блять выпили блять кружку блять и уже всё коматозе зато воры вставай давай серёг вор в законе ты можешь встать нет воры-моры блять ебать я вообще угораю ёбать за грибами пошёл я понял ебать нихуя грибов то хуя наврал в лесу ёбать нахуй блять ебать не прикалывайся на старым человеком ну блять ну никто не прикалывается давай пускай ну поднимай его он мне ногу блять отдавил ёбаный урод поднимай его сам он хотел за шкафом обалзарить Серёга давай давай поднимай его пизду куда он пойдёт ебать ему надо блять лебёдку ёбаный урод ну ему надо лебёдку чтоб через зад её никто не поднял ты слышал тебе вопрос задали вор в законе откуда пришёл туда и пошёл вор в холодильнике ёбтай ты ушёл на одну сторону ну холодильник вот на этой стороне ёбтай приходи на эту сторону ёбтай ну давай приходи в себя на куплю пизду да очки нахуй не забудь ему дать а где очки есть а дай очки ему ёбтай а то скажи пизду пизду на наденьте ему кто-нибудь очки ёбт пизду 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 пиззаконнии во первых все давай блядьambл возьми блядь себя в руки наклей да и пизду домой не кор弁 с fulfil а vin пизду Давай, пиздуй, домой. Все, ты тут выпил по чуть-чуть, все, давай. Да вы запомнили, что он вор холодильника. Че, не запомнили, что ли, еб-то его. Серега, давай не тупи, нахуй, а то сейчас пойдешь в холодильник опять спать, еб-то, охраняй.